Путешествие наше по Кавказским горам продолжается. Заехали мы в поселок Гузарипль. Мы сейчас прогуляемся по нему, посмотрим. Может, куда-нибудь изобретем. Коровки так гуляют, смешно по поселку. Страшно, что если они помойку какую найдятся, бычок. Маленький такой бычочек. В одно место, в другое, да, Наташа? Ага. Чтобы скучно не было. Ой, иди, я отъезжаю, ага. А так заседними. А то он прям так пошел. Посмотрел к нему, да? Ну да, и он прям пошел в сторону. Мне машину жалко. Да, домов заброшенных, конечно, прилично. Он может забрасывать строить другие строительства какое-то. Да, может быть, покупают, Наташа. Поселок этот не очень такой древний. Он в 1924 году был основан. А основан он был как кордон Кавказского заповедника. И раньше он считался как поселком лесорубов. И здесь одно время работали заключенные. еще в довоенный период. Население здесь небольшое. Всего 108 человек в Зарипле. Кордон. Вот он, кордон, в Зарипле. Вот он. Вот он, Кавказский заповедник. Смотрите, какой красивый домик. Ой, прям чудо в горах. Мои вы хорошие. Мои волосадочки. Сейчас подойдем. Вот они тут сидят. Они тут так хорошо удобрили землю. А ели какие. Вы только гляньте. Красивый домик. Прям как под горы, да, идет. Писывается в ландшафт. Писывается, да, да, да. Это я боюсь, Саша. Да. Ой, дух замирает все равно. Не так высоко, но дух замирает. Вообще. Конечно, горная. Ледники. Почта. Гузарипль. Девчонки, привет, кто с Гузарипля. Почта. Вот мы здесь. Это рынок Гузарипли. Вот здесь у нас что тут у нас? Меха. Меха есть. Орешки. Вкусные. Здравствуйте. Пыльца. Мед. Ой, какие носочки красивые. Тепленькие. Тепленькие. А это... А, это хвостики просто, да? Да, хвостики есть. Угу. Хвостики такие. Сувенирчики. Угу. Всякие разные чаи. Какую цену чай у вас? 150. Угу. Ромашка, чабрец. Хорошие. Можжевеловый валик. Вот еще. Можно чай попить. Вот лисички, шкурочки. Никакие. Чай горячий. А пахнет. Смородина. Важный чай. А тут с капусткой, да? Ну, здесь продукция такая. У нас Марина где-то потерялась. Вот здесь тоже мед. Горный. Что-то я не найду Марину. Где-то меня... Меня бросили. Меня бросили. Где все? Короче, я потеряла Марину. Где она? Я понятия не имею. Мы собирались вот этот хочу-хочин покушать. А куда они ушли, я не знаю. Пойдемте посмотрим. Может, они там? Я даже не знаю. Нашла я их, увидела. Вот они какие, а? Девчонки. Куда-то убежали. Вон там они где-то. Пойду я их к ним. Вот они, пропажи. Так, это у нас идет Кавказский заповедник. Кордон Гузариполь. Здесь, наверное, оплата идет. И туда вот народ. Народ здесь постоянно. Конечник. Это по дороге. Вот этот на Кавказский заповедник. Но там он платный. Да и у нас и времени не так много. Мы туда не пойдем. Ой, какая она спокойная. Посмотрите. Заводь прям такая. Гляньте. И какая-то... А глубина-то видно. Смотрите. Очень глубоко. Смотрите, красота-то какая. Боже мой. Ну, вода, конечно, бирюзовая. Это просто чудо. Подошли мы уже поближе к реке. Здесь вот такой хороший мостик. Деревянный, устойчивый. Не страшно по нему ходить. Вот она речка. Здесь она, конечно, спокойная. Тихая. Ну, представляю, какая она ледяная. Брр. Бр-бр-бр. Пойдемте посмотрим. Хотя бы так. Просто пройти. Ну, вот туда идет. Это отсюда, значит, вход. И туда идет... Да, там прогулка пешая. Вот нужно выше, выше, выше подниматься. Все это пешком. Ножками. Время было бы у нас. Мы бы, конечно, бы сходили. Обязательно. Пройдя через мостик, мы очутились около ворот Кавказского заповедника. Кордон Гузерипольский. Кстати, этот заповедник является наследием ЮНЕСКО. Что у нас тут какие есть? Веревочный парк. Вот такие все мероприятия. Ну, в общем, для смелых и отважных. Даже для экстремальных людей есть. А, открыли, выходят. Ну, да, там так уютненько. Вон, типа веранды какой-то такой. Вот тут красивый вид. В общем, ну как мы? Ну, как вот мы в заповеднике не побудем, а? Да, все-таки мы сюда пошли. И не мы будем, если мы не пройдем заповедник. Мы тут ни разу не были. Надо, надо. А когда я увидела слово Дальмен, все, у меня все сомнения отпали. Тут беседа. А, это реклама. Что здесь есть? Маршрут. Пойдемте посмотрим маршрут этого заповедника. Так, что у нас тут? Нет. Так. Они везде водятся. Так, веревочный парк. Вот оно, Дальмен. Я хочу Дальмен, конечно, увидеть. Мальчепа. Так, это у нас Кавказский заповедник. Вот. Не, ну как, правда, да? Быть здесь и не побыть. В Кавказском заповеднике. Это карта. Где-то Таня медведей увидела. Там написано, что водится. Ага. Это вот какие тут животные водятся. Что мы тут можем встретить? Жабы. Жабы лесную. Вот такой вот лесной кот у нас. Вот такого лесного кота меня Коля ловил. Он у нас у всех на футере курочек давил. Было дело такое. Марина побежала к растениям. А я же скорее к Дальменам. Где Дальмены? Я люблю все такое старинное. Где когда-то что-то было. Как бы так. Вот Абхазия. Это мы тут, где мы где мы тут у нас находимся. Надо посмотреть. Лаганаки. Вот мы где были. Мы были вот где. В Лаганаки. Так. Ну мы наверное туда не доходили сильно тогда. Мы же не прям Лаганак там были. Вот наверное Базариполь. А да. Если он наверное много пальцев тыкал. Поэтому. Ах мы тут находимся. Ах вот оно. Получается как заснеженное такое. Карту. Вот это река Малчеполь. Проходим мостик. Река Малчепа. Она впадает в белую речку. Вот она какая речка Малчепа. Ну прям явно с гор с гор она идет. Дерево цепляется корешками чтобы ровно расти старается. Да. Ко всему приспосабливается природа. Так. Вот мы тут тоже к чему-то подходим. Тоже какой-то вход. Дальмен прямо. И что тоже платно что ли? это у нас тропа леопарда. Тропа леопарда. Тропа леопарда. Ой. Ничего себе. Вот он. Ай. Красавчик какой. Матиньки. У него. Потрогаем зубки. зубки у него какие. Какие красивые. Ну он какие большие зубки. Ух. Леопардик. Да не корми его. Да он сам покормится. Ой как тут здорово. Здесь такая здесь такие лепочки. Вообще классно. Мы сейчас кого-то тут увидели. Сейчас посмотрим. Что? Валяется. Ага. Ой зубр. Ой ты боже мой. Хорошая у них тут зона. Вообще тут у них так просторно. Места много им. Кормят. Не надо еду искать. Самому добывать. Ну вот они они. Вот они они красавчики. Зубрята. Большая территория. Он огромный. Видимо молоденький. У каждого своя территория. Маленький. Да наверное еще молодой. Хорошенький такой. Даже по взгляду чувствует. Вон такие речечки у него. Хороший. Ухоженный да? Хорошенький да. Ну что ты шерсть? Цветочки нюхает. Цветочки нюхает. Самые древние животные кстати. Да? Чего мои хорошие. Уже привыкли к людям. Зуброчки. Водичку решили попить. Вот этот хорошенький да? Мне нравится. Он тут как взрослый такой уже. А этот видно что молоденький. Он такой прям хорошенький вообще. Прям обнять его охота. Шея такая. Это у нас тут здесь. Вот они они. Вот что-то говорит. Животных не кормить написано. Вот про енотов. 4,10 килограмм. От 4 до 10. Это как чернобыльки. Енотики. Вот они такие. У нас воруют еду у отдыхающих в горах. Что-то просится. Ага. Лапку высуну. У них там свой корм. Нурочки. Посмотри наверху, Наташ. Ой. Куда зайдешь? Вот это да. Куда ближе к нам. Эх, вылезти бы. Да, я бы вам сейчас тут показал бы. Акробат. Енот акробат. Это от цирка. Они отрабатывают. Видишь, как. Наверное. Еду отрабатывают. Да, идти пока нам что-нибудь покушать. Видите, боже мой. Есть много в клетке. 4 енота. Угу. И водичка есть. Они же там, наверное, моют всю свою еду. Вон они. Вон умываются они. Поели умываются. Угу. Угу. Интересные. Пойдемте дальше посмотрим. Кто? Ооо. Это вот лесной кот. Вот такого же, по-моему. Да, лесного. Киска. У нас же вот так вот они просто киска. Марина, знаешь, какие они. У нас же вот такого кота Коля. В тот раз, да, ну, как бы в виде сказки благородный олень. Ой, какой красивенький. Ой, какой красавица. Ты мой красавчик. Прям так внимательно слушает. Обратите внимание, тут на нас нападает злая рысь. Вот она. Черная пантера. Кот породы Гузериполь. Да. Черная пантера. Эх, у нас была колбаска. С свободным выгули. У нас с собой нету. Киска. Купила бы вискос. Точно горный козел. Компровизированный гури. А, да, вон там, чтобы нужно было скакать. Да, скакать. И вот, смотри, прочих. Видишь, они сидят. Ага. Они такие хорошенькие. Ухоженные животные. Мама с сыночком или с дедочкой. Это волки у нас тут. Вот это да. Вот такой волк мы ехали с Колей. И он к дороге выпрыгнул. Только здоровый был еще побольше. Да? Да. Но я только телефон доставать, а Коля посигналил. И он бах, опять в камыши. Волка мы видели. Около Геогинской, Марин. Да? Да, Геогинской, да. Смотрите, как он к нам близко подошел. Ну, кормить нельзя. Нет, конечно. Наверное, кто-то подкармливает, если они уже знают. Вишь? Ну, кажется, он за кем-то охотится. Он охотится. Вот туристы. Ну, там соседние. Там туристы. Нет, там, наверное, вот эти косули или кто-то Алина. Не, ну, такие хорошенькие, да, смотришь так? Хорошенькие, кажется. Ну, и я вот ничего, я не кусака, да? Собака и собака. Смотри, такой добрый взгляд. Лапки маленькие, да, как у собачки? Лапки, да, как у собачки. Очень интересно. Напоминает обычную собаку, которая на цепи, да, у самого хозяева? Но у них отличие, у них ушки маленькие. Глаза как-то ближе расположены. Европейская косуля. Попка как на этой вот, на фотографии. Ты какая она маленькая. Это вот она взрослая, интересно, да? Ну, да, смотрите. Да, 22, 32. Ой, ты. Маленькая всего, 22. Маленькая. А маленький косуленок, смотрите-ка, вы хорошенький. Он там в ногах. Где? А вот где на фотографии. На рисунке. Эти мордожечки мои маленькие. Попка такая, беленькая. А, вон второй, да, там есть. Тихо так здесь, спокойно. Всякие деревянные. Ой, вот какой человечек интересный. Дедушка. Дедушка держит вот эту вот косулю или кого. Ой, какая добрая такая скульптурочка. Растительность высокогорий. Красота вот какая. Ой, деревья тут историю в себе таят. Вот он, дольмен, товарищи. Прямо. Да, так, идем дольмен. Еще раз смотрим. Это дольмен одна-две тысячи тысячелетий до нашей эры. Такая тут вымощенная дорожка, по которой можно дольменом пройти. И мы к ним идем. Вот он он. Вот он, дольмен. Этот дольмен, который находится у нас в Адыгее, считается самым большим и самым древним среди дольменов, которые расположены на юге России. Высота его больше двух метров, а ширина два с половиной. Несмотря на его возраст, он очень хорошо сохранился. И считается, что он сохранен именно в том виде, в котором его сотворили. Ну, это, наверное, сохранность. На сохранность повлияло то, что он находится в зоне заповедника. Друзья, представляете, сколько ему лет. Есть еще пробка дольмена. Как можно было его соорудить древними до нашей эры людьми? Вот как? Вот так можно потрогать, прикоснуться к истории. Вот тут наши предки делали его. И ровненько так, да? Тань. Ну, вообще у меня, конечно, дольмен была увидеть мечта. Очень давно. И вот она у меня, эта мечта, осуществилась. Да, да. Дольмен я хотела очень давно увидеть, потрогать его руками. Он, конечно, уже весь затроганный, но все равно. Ага. Но видно, что это чем-то долбилось, потому что много таких вот... Да, у дольменов, по идее, все очень герметично. Вот этих дырок у них не было. Ну, вот там тот стык герметичный. Да. А этот, скорее всего... А там, по-моему, написано, что он что-то не до конца какой-то. Ну, ух ты, точно. Ну, вот там, получается, прям совсем он стык в стык. Вот. Вот они все должны так быть. Ну, вот это, мне кажется, тоже они делали, потому что много выемочек таких. Это, наверное, чем-то долбили, 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 чтобы вот этого ровно выдолбить. Тоже что-то такое делали. Вот здесь у нас еще есть тут описание этого дольмена. Можно почитать. Это вот древний дольмен. Ой, это красиво. Конечно. Это вот педа вскололась, видимо. Да? Ну, сколько она вот такая. Угу. Так столько лет. И что интересно, простоялочно... Ого! Там настолько ширина. Ну да, раскололся дольмен. Ну да, там написано, что он не завершен. И поэтому вот плита не легла до конца. А так оно должно быть... Ну как, они дольмен очень герметичные. И вот до сих пор не знают. Ой, 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 ой. Их предназначение, для чего они были. То ли как для захоронения усопших. Также я читала, что вполне возможно, какие-то... Они были созданы для каких-то культовых обрядов. Но как бы ответ в интернете, для чего все-таки они были нужны, я так и не нашла. Потому что в некоторых дольменах были действительно захоронения. А некоторые просто были найдены пустыми. Со всякими разными глиняными черепками. Так что для чего они были созданы, наверное, еще и до сих пор остается загадкой. Как бы там ни было, они простояли и сохранились еще до наших лет. И еще, наверное, простоят столько же. О, боже мой. Представляете, одно-две тысячелетие до нашей эры. Да. Давай, посмотрим. Что-то там Таня интересное нашла. Мы сейчас посмотрим, посмотрим. Ты про какую стену говоришь, Таня? Ну, вон та стена. Вон та стена. Ага. Раз, два, три. Она отнизу ближе к нам идет. А, да, куполом. Да, она не прямо сложена. А именно куполом. Господи, да как же они эти камни-то тащили сюда. Да как они их выравнивали ровно-то как. Вот эта дырка дольмена. Вот что оно, да? Что, для чего? Человек не пролезет явно. Да. Ну, давай, пока история древняя. Древняя. Как строили? Как они могли? Как они могли? Как выкидывать? Это загадка, Марина. Вот эту дырку сделать. Это просто загадка. По дороге в поселок Каменомоцкий есть музей древнего человека. И в этом музее хранится пробка дольмена. Так что это отверстие еще и закрывалось пробкой. А вот для чего это было надо, тоже неизвестно. Молодежь нас повела вот по такой тропе. Так, Марина, что, одолеем? Одолеем. А куда мы денемся? Конечно, одолеем. Ходить полезно. Вперед, скалолазочки. Идем по тропиночке идем. Вот. А мы быстро ходим. Быстро с девчонками. А эти сделаны из деревяшек. Из бревнышек. Ростюшки. Очень большая. Здесь великолепные свои ростюшки. Как ветряные мельницы наши. Да, как ветряные мельницы. Кавказский заповедник. Через него можно выйти и в Грузию, и в Сочи. Гори Фишет. Мы куда забрались? Так, а там... Где лестничный этот парк? Вот это вот сюда. Да, мы забрались. Ох, и находимся мы по... По вот этим тропам. Ох, и находимся. Смотрите, какие тут деревья. Папа, мама и маленький ребятеночек. Вот, поделись мы. Потропили леопарду и видели вот такой леопарду. Кто леон на обед? Мы, конечно же, туристы. В последние времена может приблизиться к жилью человека, и, так сказать, домашних животных. Ну, спасибо. Одолеть может того, кто тяжелее у него в три раза. Вот. Ну, выбирает дичь обычно весом до 40 килограмм. Так что, девочки, мы не поспорим. Мы-то для него... А вот так вот выглядит дикий лес. Красиво. Конечно, но очутиться в таком лесочке как-то не очень бы хотелось. Там какая-то тропинка. Сейчас мы выйдем. Речка рядом только шумит. По-моему, девочки, у нас тут выход. Ну, похоже. Да, здесь тропинка. Книзу и мостик. Как красивый камень. Тут уже как лес такой пошел. Вот интересно, Тань. Смотри, какое дерево интересное. Вот еще минуты чуть-десять. Походим. Красота. Уйдем мы на спуск. Вот мы вышли куда? На веревочную площадку. Здесь можно полазить так. Ага, детям интересно. Ой, какой-то... А, вот точно. Нет, здесь спуск нам надо, наверное, вернуть. А, нет, вон может быть. Спуск, да, вон можем. Еще и лучше. Еще и лучше спуск. Ну, такая у нас прогулочка получилась по заповеднику. Воздух, конечно, здесь ну, очень свежий. Даже иногда голова покруживается от воздуха. Лошадки тут явно ходили. Заменировано. Да. Мы уже знаем, как лошадки ходят. Не как мишки. Не, ну мы мишки, мы не знаем, как ходим. Мы предполагаем. Смотри, красиво, как вот тут. Корни, конечно, шикарные. Можно даже посмотреть, как растет дерево. Ну, вообще. Не, вот просто корни мощные. Вон куда они уходят. Вот это да. Вот это красиво. Оно, интересно, живое? Вроде как, да. Живое. Вон оно, дерево. Вообще интересное. Очень интересный корень. Такое дерево можно использовать, как учебное пособие для природоведения. Все четко видно. Корень в разрезе. Ну, даже не охватить. Даже не входит. Да, вот так раз до дерева. Подальше, подальше. Вот так можно отходить, отходить дерево. Это я вот сверху там мостика снимала, а это вот здесь, снизу. Красотень. Ну, вот и погуляли мы по заповеднику. Конечно, весь обойти. Здесь, наверное, очень много времени надо. Мы еще много мест не посетили. Но когда-нибудь мы еще сюда вернемся. Напоследок сделали немного фото. Ну, все, в машину мы. Дошли до машины, сели в машину. И сейчас двигаемся по направлению к дому. Все, пока заповедник. Пока Гузарепаль. Спасибо. Было все здорово. Здесь мне как-то ехать. Да, видела зеленый корень. Значит, я ехать по встречке. А, точняк, прикольно, точно. Надеюсь, никто не вылетел на встречке. Потихонечку. Еще часы. Да, видите, тут как бы опасно. Такой участок обвалилась дорога. Да уж, горы непредсказуемые. И такое вот бывает. Обвалы дорог. И везде нас по пути преследуют лошадки. Тверные какие путники. Но таких смелых и любопытных, которые здоровались с нами через окошко, больше нам не попадались. Уезжаем мы в поселок Хамышки. А прямо перед нами возвышается гора Монах. И если внимательно присмотреться, в скале можно увидеть лик, похожий на Монаха. Отсюда и пошло название. Где-то помните, во втором видео мы показывали со смотровой площадки внизу хамышки. Вот он. Сегодня мы находимся как раз вот здесь. В этом, я не знаю, что это, населенный пункт. Поселок, 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 да, скорее всего. Может хутор или как, не знаю. Дома тут вот такие. Все старенькие, похожи чем-то на сибирскую деревню, да? Да. Домики. Дровами тоже. Деревни сибирские. И газифицированные. Таня, мы думаем про то, что чуть-чуть погадаемся, потом... А, ну, красивенькие дома какие-то есть. Пускай в тебя смотрят. Да, в таком доме можно в любом месте жить. Ну да. Хоть в глухом лесу. Таня, что ты куда-то проедешь? Мы потом там не развернемся, слышишь? Ага. Давай задом. Медленная, равномерная. Может, человек не знает. Собрал тележечку. Своим чередом идем. Горы ездят, гуляют. Да. Ну, дрова топят. Дровами печку топят. Что-то я почему-то теплиц не вижу, девчонки. Типа, да? Типа, да. Ой. Каменамосская поспо. Поспо. Поселковая, наверное. А, как, продуктовое общество или чего там. А я даже не помню, как сельская. Я даже не знаю. Нет, Сирько. Как расшифровывала? Сельское поселение. Нет. Магатин Сирько. Сельская, производственная. Античная. Или продуктовая, или какой-нибудь. Что знает, подскажи детям. Какого-то вон комнатное отопление и батареи. Да. У кого-то круто. Ага, точно. Ой, вообще прям такие домики старенькие. Интересно. Интересно. Красивый домик. Старенький. Так, а где у нас там? Она туда, да, была? Вот там, по-моему, да. Ну, если мимо проедем, то все уже. Там уже и судьба, да. А, что, все, да? Нет, ну, это все. Интересно, какой это плетенька. Смотрите. Хамышки. Ну, вот наше путешествие и подходит к концу. Дорога нас ведет домой. Всем, друзья, пока. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Мира всем и добра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»